ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Давай, начинай уже, хватит там. Да всё, всё, сейчас сек. Всем привет, это программа «Из Глубины» и я Вика Мискалин. Сегодня у нас в гостях лидер трэш-метал-группы «Гробовая доска» Сергей Сорокин. Сергей Сорокин родился в 1986 году, уроженец из города Белгород. Является лидером группы «Гробовая доска» с января 2010 года. Характер, нордический, состоит в официальном браке. Горю же душу собачий лай, ломайте пальцы и рвите глотки. А мне такой рок-н-ролл не в кайф. Эй, пацаны, дайте им водки! Зарепили пасадуху, отрад на угар. Пятая патутка развела на базар. Загарь на копость, забрать на похоть. Зазарок на суки, но держитесь, суки! Привет. Привет. Сегодня мы будем разговаривать о многом, о разном. Хочу попросить прощения у вашего менеджера. Я её обманула, что мы будем говорить о творчестве. Ну, мы будем говорить о творчестве, но это как бы не суть, не главное. Как бы интересно же, всё-таки, каковы личностные качества, немножечко узнать человека. Но ты не бойся. Изначально у нас будет просто рубрика «Детская анкета». Сейчас я возьму издательший планшет. Сделаю вот так. Ты готов? Ну, давай. Привет, я Чаки. Хочешь поделать? Есть ли у тебя кличка? Нет. Не было никогда. Не придумывали. Нет-нет-нет. Или побырой так всё, да? Нет. Что ты любишь? Что ты ненавидишь? Много чего, я не знаю. Это надо по-быстрому или отвечать? Сразу так. Пить люблю. Иногда ненавижу пить. Вот. Есть, гулять. Много чего люблю. Много чего ненавижу. Негр? Нет. По такой не подписываюсь. Негры мне параллельно. Это табу. Подожди. Мы держим дистанцию. Так. Что тебя из себя выводит? Да я вообще раздражительный. Но сейчас я спокойно. Поэтому у меня выводило всё. Даже тёплый чай там, не знаю, кружки бил. Сейчас меня не выводит ничего. Люди в метро? Люди? Нет. Нет, только в метро я метро не вижу. Первый раз за сколько лет. Ну вот ты спустился, каковы твои ощущения? Вообще нормально. Мы сейчас на отдыхе, поэтому сейчас мне всё хорошо. Е-е-е, супер. Да. А какой твой любимый цвет? Красный. Е-е-е. Вот такое, да. Чётко. Твой любимый фильм? Ох, их много, много-много. Режиссёр? О, ну пусть будет. Нет, не пусть будет. Люблю фильм, это внезапный вопрос. Скорсезе мне нравится. Пусть будет Скорсезе, да. А твой любимый герой? Киношный, что ли? Ну, киношный, может быть, сказочный персонаж. Я не знаю, но что первое в голову пришло, опять же, у того же Скорсезе, вот это был такой Билл Мясник. Мне он очень нравится. Это вот Дель Юис его сыграл, он там ходил и всех кромсал. Да, какие-то сказочные, не знаю. Ну, он не сказочный персонаж, кстати, да, он восстановленный по историческим каким-то там сводочкам. Любимое животное? Собака. Кошек не люблю. Не любишь кошек? Совсем? Почти. Почти совсем. Почему? Маглые сильно. Не знаю, бесит, ходит, мяукает. А собака хорошая, она добрая, мохнатая. Любимый транспорт? Или чему ты отдаешь предпочтение? В транспорте. Да не знаю, сейчас на машине приходится кататься, пусть машина будет. А так ходить хорошо пешочком. Сегодня прошлись, так долго давно не ходили, прям клево. Прости, я сама не знала, куда мы пойдем. Нет, нет, это наоборот, хорошо. Мы бы целевым сюда такой хрен поперли, поэтому... А, там велосипеды, там всякий активный спорт? Нет, ну есть мечта где-то там далеко, но пока времени нет. Сейчас всех детей разгоним по взрослым жизням и будем кататься. Вон с женой на велике. Ты коллекционируешь что-нибудь? Монеты. Да. И сколько у тебя коллекций? Не, ну я без фанатизма, я не так, что там хожу, собираю. То есть, если что-то интересное попадается, с удовольствием все, сразу подмикиваю. Поэтому там на выходе что-то лежат там красивые штучки, я посмотрю, пойду, пойду. Подайте на пропитание. С радостью? Спасибо, братишка. Нет, это тебе спасибо. Подожмем немножко, ладно, окей, понятно. Где бы ты хотел побывать? Вообще везде. Даже везде. В городах России, за бугром. За границей мы еще не были, я не был точно. Мне интересно все. Мне здесь интересно. Если бы я знал, что такое есть, я бы хотел здесь побывать. Ну, я уже здесь, поэтому. Именно в этом месте. А ты согласен с выражением Берроуза, что жить не обязательно, путешествовать обязательно? Ну, красиво звучит, да. Нравится. Да, согласен. О чем ты мечтаешь? Мне подсказки говорят, не знаю. Много о чем тоже. Да не о чем. У меня есть пока цели, планы, я к ним иду. Про мечты я уже даже не знаю. Ну, наверное, кстати, вернемся так же. Путешествия мне нравится кататься, что-то открывать, но возможности нет, да. Цели? Музыка, 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 музыка. Вот пока плотно заниматься и больше времени уделять, меньше работать. А чего ты боишься? Страхи? У тебя есть какие-нибудь фобии? Прям фобии таких... Ну, страхи, но боишься это? Да ничего не боюсь. Все, что самое страшное, есть, я так себя потихоньку к этому готовлю, и поэтому не боюсь. Ну, что, смерть? Нет. Будет, будет философски, как надо. Поэтому, а что еще бояться? Что страшнее там смерти? Ну, я не знаю, но смерть тоже как бы не очень страшна. На самом деле... Не, ну, страшно, что... Двойная пенетрация. Нет, не боюсь, хотел сказать. Я думаю, она это... Мне не грозит никак. Ну, да, лучше спалить. Да, да, да. Вот сейчас главное не зарекаться. Как ты расслабляешься? Понятно. Ясно, понятно, хорошо. А во что ты веришь? Веришь ли во что-нибудь? Ну, мне кажется, каждый человек во что-то верит. Религиозно? Ну, не обязательно. Ну, допустим, некоторые верят в себя, но тоже неплохо. Верю в себя, да, хорошо, прям подсказываешь. Да в людей верю, в принципе. Все-таки есть полно хороших-хороших девочек и мальчиков. Просто вообще... Да, это от души. Замечательно. А у тебя есть любимый анекдот или смехуечек какой-нибудь? Нет, нет, я анекдоты вообще не запоминаю. Я каждый раз пытаюсь запомнить, что никому-нибудь рассказать. И не смешно рассказываю, и забываю, и поэтому нет. Слушать люблю. А, допустим, у вас с супругой там есть какая-нибудь приколюха, которую вы постоянно вспоминаете? Ну, я не знаю. Есть? Да? Ты вспоминаешь что-нибудь, да? Я нет. Да нет, ну мы по ситуации, что было там, вот сейчас идем там, что-нибудь вспомнили там по парку. Красиво. Вспомнили, как были в другом парке, например. А так, чтобы что-то оно, нет, нет. Мои похороны все приглачены. Какой смертью ты бы хотел умереть? Спокойно. В кровати? Тихонечко. Попердывай. Да, примерно так. Без всяких там фанатизмов. Вообще я бы не хотел умирать. Я еще не собираюсь умирать. Я пожить хочу. А там уже, когда я наживусь. Я же говорю, это из детской анкеты было. Из детской анкеты? Короче, Склихосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. А какой у тебя был первый музыкальный диск? Диск? Именно диск. Ну да, вот когда ты пришел в ларек и говоришь, дайте мне вот этот диск. Я не помню, мы же кассеты покупали, какие диски. Я кассеты... Ну ладно, хорошо, кассета. Первая кассета? Да. Прям моя. Прям твоя. Приветствую. Какой-нибудь секс списался, не знаю. По-моему, да, это вот что-то первое. Вот такое, что прям более-менее мое. Потому что у нас было четкое разделение. Братовские кассеты раньше мои. Он постарше. И вот он себе какой-нибудь музон брал, я себе. А что тебя брат слышал? Это все вместе. Что и я. То есть у нас вкусы схожи. Мы росли вместе, поэтому. Наверное, секс списался, да. Это я совсем мелкий еще был, а кассета уже была. Твоя любимая музыка, группа там, или песня, или что-нибудь из этого самого? Да нету любимой. Раньше были какие-то, там выделял, а сейчас нету. Потому что все, что любил раньше, уже как-то неинтересно. Вот, Бондин, даже заиграла. Ну, клевая песня, все. То есть любимую группу не назову, а песня клевая, правильно? Нет, щетка. Поэтому я без фанатизма, по стилям или еще что-то. Главное, песенки, которые вставляют. Нету, да, такое, чтобы прям у тебя она постоянно там на плейли была, либо там на телефон? Сектор Газа всегда у меня на плейли. Вообще всегда. Это единственное, что не наедает, так куча альбомов, разные песни всегда клево слушать. А последнюю песню Сектор Газа какую ты слушал? О, не помню. Вчера парыши пели, ее и слушал. А почему ты решил заниматься музыкой? Что тебя сподвигло? Да я не решал. Я не помню. Просто мы раз и играли, все. Что-то сидишь, взял ракетку теннисную, начал дурачить, потом гитару взял, все. Начал играть. Я не помню, то есть не было цели, чтобы девчонкам песни петь. Хотелось, вот оно писалось в голове, там рождались эти песенки различные. По металлу именно, если не вообще музыка, это коррозия, собственно говоря, была. Это Russian Vodka альбом. Я помню, я пробалдел тогда. А именно музыка, честно, не помню. Просто вот оно, такое ощущение, что-то было-то было, даже не планировали, короче. Само собой. Скажи, я вот тут, у меня вопрос написан, с чем связана данная тематика песен? Я так понимаю, с расслаблением, да? То, что ты расслабляешься, это... Алкоголь? Ну, да и вообще, как бы, тема страшная. Люди звереют, там, в животных превращаются. Страшно же. Чего про это не попеть-то? А ты святая, ты святая, видит Бог. Вот, ну, у вас же такая, ну, все-таки могильная и алкогольно-могильная тема. Ну, просто нравится, да. То есть алкогольная, блин, я тоже не знаю, почему она алкогольная. Я же не то, чтобы там закидываю или еще что-то. Я так культурный пьяница. Вот. А могиль, ну, клевая могильная тематика и ужастики, там, с детства любишь. Там и сказки всю жизнь эти русские наши читал. И все, все это. И хочется это как-то вот... В голове есть образы, которые можно вот воплотить, ну, почему нет. Ну, а если и смешать еще? Если еще полирнуть, то это будет просто шик. Все, понял тебя. Так, а почему все-таки гробовая доска? Твою ж мать. Ну, она тут есть. Ну, главное, да. Вот. Ну, почему все-таки гробовая доска? Это вот в году в 2000-м придумали название для группы. И что-то, я не помню, то ли брат, то ли я. Мне просто, мне показалось, такое клевое название. Такое, именно для русской металл-группы. Все, оно запоминающееся, оно рубище, оно тяжелое прям по башке вот так доской. Все, у меня такая всегда ассоциация была. А потом уже можно было там напереднуть кучу философских смыслов до гробовой доски. Короче, мощное название, мне нравится. Расхвалил сам. А чье творчество тебе близко по духу? Или ты считаешь, что вы близки по духу с какой-то группы? Ну, русской там, нерусской. Все русского духу, видом, не видом, а слыхом, не слыхано. Откуда тут быть русскому духу? Близки по духу? Я не знаю. Ну, если мне что-то близкое, я... Почему-то я сейчас Башлачева вспомнил, мне нравится его. И как бы стих и все прочее. Да, Саша, мне нравится. Вот, а по группе, я не знаю. Эст мне нравился очень, Сагадеев, собственно говоря. Ну, мне нравится, люди душу вот нараспашку как-то чувствуют. А у Башлачева какая любимая песня? Да я не могу сказать, что любимая, просто его нравится. Все. Я могу колокольчики назвать, конечно. Стандартные? Ну, она просто... Душевные? Я с нее узнал, собственно говоря. Это да, стандартные. А так, много чего нравится мне. А у группы Эст какая у тебя любимая? Любимая? Мне Эст больше альбомами, вот я их... Я у меня песни уделяю. Мне вот нравятся первые альбомы, наверное, это 80-м какого-то года, где вот такой сырой, такой русский металл. И Злой рок мне нравится. Там клевый состав был, клевые песни там. Ну, по мне, это самый качественный такой. Ну, а там все мне почти нравится. И Доктор Смирнов, и пошло-поехало, короче. Это прям уже такой качественный, мощный продукт. А ты считаешь, что в вашей группе есть там что-то от оргазма Нострадамуса? Ну, есть, да, конечно. От короля Ишута? От всего есть. Ну, все, что слушаешь, что ты привносишь и берешь, есть. То есть нету копирки, ну, надеюсь, по крайней мере. Нету. Да как нету, ну, нету. Шикарная самобытная музыка достаточно. То есть, естественно, все есть. Оргазм Нострадамус я тоже услышал. Это интересный персонаж такой был, поэтому я прибалдел. Какие-то слова там вставлял, вот эти прикольненькие. Все ништяк, короче. Мне вот кто-то даже говорил, что на самом деле, типа, оргазм Нострадамуса гораздо круче, чем гроб. И ты вот как думаешь? Гроб. Гражданская оборона? Ну, это разные. Ну, вообще, да. Абсолютно разные группы, к чему их сравнивать? Поэтому я не скажу, кто круче. То есть, я... По харизме? По харизме. Ну, наверное, Летов все-таки. Я бы Летову отдал предпочтение. А вот, ну, тут про кролишу с тобой, вот я тебе вопросик задавала. Ты как вообще к этой группе? Я просто смотрела, у вас там есть целый альбом с репетицией записанный, такой неплохой. Я хорошо к этой группе. Я люблю эту группу. А ты любишь, ну, как, ну, не любишь, ладно, предпочтение больше к горшку или князя? Да как? Ну, это тандем такой был творческий. Как? Их нельзя разделять. Естественно, естественно, по харизме вот этой энергетики горшок привлекал всегда. То есть, и голос, и все. Но понимая, что делает князь, делал для этой группы, как бы их нельзя отметать. Потому что вот после вот этого развала я уже не мог ни то, ни то слушать. Да, для меня тоже это была трагедия, на самом деле. И, так, я буду сейчас немножко Дедом Морозом, раз ты любишь группу Короля Шут, это тебе подарочек. Спасибо. Так. Блин, ну это что-то клевое вообще. Не говори так. Слушай, так, 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 так. Я прям по ушам долго, но невозможно. Ну ты быстро раньше. Жорик Вартанов, поехали дальше. Считаешь ли ты, что у нас есть развитие какой-то трэш-метал группы? Ну, вообще трэш-метал в России есть? То, мне кажется, нет развития никакого. Сейчас на модной волне все скачут, и вот все ветераны, которые были, и то, мне кажется, они подзавяли маленечко. Да, как кажется, так и есть. Кто? Ничего же не осталось. Вот все группы, которые сейчас реанимировались, ну, мне не вкатывают уже. Поэтому, именно как развитие. Да я и не слежу. Есть разные же группы, которые по городам, ну, помимо Москвы, естественно, которые мы просто тупо не знаем. И где-то натыкаешься, ох ты, группа какая, они там распались уже пять лет, потому что о них никто и не знал в жизни. А это крутая группа, например, была. А почему так, по-твоему? Мне кажется, вот дух вот этот потеряли, именно. Короче, что я про наш трэш думаю? Вот когда музон начался тяжелый, это же запада все шло, 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 и у нас еще оставался такой вот наш совковый русский менталитет, я не знаю. И вот когда было смешно в 90-х, это было клево. Когда люди вот это потеряли, его поймать, короче, его не могут, мне кажется, все. И получаются западные копирки какие-то, которые даже не запоминаешь, все. Так вот оттуда куда-то нырнуть, оттуда вот вытянуть это обратно, вот не получается уже. А может и не пробуют, не знаю. Ну нет, сейчас все просто, да, дико припали на тему всяких заблурных групп, пытаются сделать то, чтобы продалось, то есть то, что их там воодушевило. Вот допустим, мне вот вчера подруга показывала, у нее знакомые записали клепец. Ну вроде все шикарно, там они с молотками разбивают, там телевизор, огонь, дым и жопу, там все дела, все очень круто. Но, блядь, ну нет, ну это было миллион тысяч раз, как бы это просто неинтересно уже даже смотреть. А как ты думаешь, есть ли какое-то единение метал-сцены? Я вот просто видела, что у вас и Коррозия Металла рекламировала, там концерт вашей группы, официальная группа. Я не в курсе, кто рекламировал. Это вот этот концерт, да? Да, вот который у вас был вот в рукаусе. А чему посвящен был концерт? Да он ничего не был посвящен. Его подтянули на презентацию альбома «Порчи», хотя мы его, естественно, не презентовали, мы просто назвали «Тур Порчи», потому что вот покатили в честь последнего крайнего альбома, вот. А почему не презентация? Потому что, ну правда, он уже записан-то, дай бог, год, полтора уже года получается. Как? Мы просто его не откатали и так вот назвались, вот. Ну вот. То есть приплели к презентации, ну пусть будет так. А мы эти песни не играли просто еще вживую почти никакие. А как вам приклеились такие титаны, как «Рогатые трупоеды» и «Маник Депрэшн»? Это «Рогатых трупоедов» организатор точно позвал. То есть, может, у него личная любовь, например, в группе. А «Маник Депрэшн»? Ну, это с организаторами там уже какие-то терки были, не знаю. Ну как, ну, движуха трешовая какая еще? Наверное, так. С кем еще? Есть какие-то группы трешовые в Москве? Трешовые? Ну вот я как бы слышала сейчас «Месс Мэднес», но я как бы, ну... Конечно, классная группа, но мне кажется, там у тела чуть-чуть еще бы яичек бы, и было бы вообще нормально, бомба. Мы с ними в Туле вот играли, да. К сожалению, я ничего уже не услышал, потому что мы отыграли и пошли отдыхать. Хотя я хотел всех послушать. И «Хеллэйзер», собственно, мы приезжали. Но я уже не в состоянии был что-то уловить там. Ну, говорят, вроде ничего, отыграли. Еее, супер. А с кем вы хотели сыграть вместе на концерте? По металлу ни с кем. Мне нравится сейчас изны еще оставшихся в живых людей. Это могло Шудан Скородет. Но мы, может, не в формате, а по металлу вообще ни с кем, по барабану, честно. Я не думал, нету таких, чтобы кумиры. Мне развалились все по частям. Мне нравился басист, но мне и сейчас нравится Данила, который сейчас в «Черном обелиске» играет клевый. Вот я прям фанател, как он вставлял там еще в «Диве», в «Русском морозе» все эти обыгровки, в «Эсте». А команд-то этих уже нету целостных. То есть с «Эстом» хотелось бы сыграть, конечно, но, увы, ях. У нас была возможность еще, мы играли старым склепом. Они приезжали в Томск на байк-фест, но нас что-то поставили в другой день. Утром, хрен пойми, что, и мы не поехали. Поэтому, к сожалению, уже пока что не с кем, да. Ну, может быть, слэйр. Я начал по-отечественной опять это. С западными, да, слэйр. Мне оверкил нравится. Если и так перечислять, это уже из области фантастики. Там, конечно, много уже банд, которые… Мечта, и дальше все у тебя пусть появится. Почему нет-то? Да и вот братья-кавалеры приезжают с удовольствием. Мне кажется, они такие клевые, простые ребята все. Короче, чем проще, и бомбежные люди, с теми бы и хотелось. Они даже не по музыке больше. Поэтому мы в Томске там играли всегда в связке с Духовым и Цехом, Душегубым имени. Они не по металу, панкуха. Ну, чисто по человеческим отношениям, кореша. Супер. Когда есть братские отношения, мне кажется, тоже в этом есть тема. У вас первый альбом вышел в 2010 году. Очень бомбично его, конечно. Качество я прям дико профанатела. А почему полноценный альбом вышел только в 2014 году? Я смотрю, у вас просто такой пики популярности каждые 3-4 года. Почему у вас первый альбом, ну, не альбом, EP вышел в 2010, а полноценный в 2014 году? Это проблема состава, все, только состава. То есть у нас постоянно разваливались, музыкантов найти сложно. То есть материал-то вроде был. То есть, ну, не хотелось быть комнатной группой, которая там записывает, а группы как такой нет. Поэтому долго искали музыкантов, чтобы полной группой записать, все. Только в этом все. Вот опять же... Больше никакой магии, да. С поиском музыкантов жесткая тема, да. Да, она очень жесткая. И кажется, даже кто приходит, говорит, да, клевый музон, я бы такое играл. Давай играть. Дела. Нет времени, нет того сего. Ну, сейчас, дай бог, сколотился. Вот посмотрим. Сейчас мы приедем. Думаю, состав будет воодушевлен, будем работать уже на третьей пластинкой. Тоже материала полно. Надо просто работать, работать, работать. Время выделить на это. Ну, два альбома вперед? Нет. Я не это, не станок, короче. У меня так не получается. Я потихонечку песни пишу. Ну, кстати, тоже причина, да. То есть все не спеша. Ну, так в этом же тоже есть свой стиль. Да, написать не проблема кучу песен, хоть сколько. То есть надо, чтобы... Пока они лично мне не понравятся, я их не буду никуда выкладывать. То есть лежит полно каких-то текстов дурацких, каких-то рифов непонятных. То есть многие как бы сделали. Слепили, получилась песня, быстренько альбом. Я так не хочу. Я хочу, чтобы было клево. Вот на порче мы немножко поторопились, потому что мы должны были переезжать и уже были прям... Я говорю, давай, давай, побыстрее там налепили. Но я не всем доволен. Ну, людям нравится тоже хорошо. Творчество вообще затратный процесс. Глубоко затратный. Есть ли какие-то финансовые поступления? От творчества? Ну, и от творчества в том числе. Не, ну, работаем. Как? Только оттуда все. А творчество минимальное – это мерч, диски. Но это не на жизнь. Это там не успеваешь посчитать и сложить в копилочку. Вот. Ну, с поездок – это самоокупаемость, наверное, больше. Чистый альтруизм? Ну, да. Ну, работа на, так сказать, на перспективу, в общем. Дай бог чего это выстрелить когда-нибудь. Ну, пока так вот. Города, ну, выстреливают. Москва, да, выстреливает. До этого мы покатались, народу было мало. Отбились вот в ноль. Дорога, жилье, питание, все. Ну, это хорошо тоже. Потому что, бывало, и за свой счет катались. А каким образом ты зарабатываешь себе на хлебушек кусочек с водичкой? Я делаю всякие штуки прикольные для квест-комнат сейчас. Всякие волшебные сундуки, головы динозавров и прочую фигню. А, все-таки все по теме, короче, с ужастиками. Ну, почти, да, это же популярно именно в квестах там пошугать, поэтому интересная работа. Там кровавые столы, мясника. Любишь людей заставить просраться, да? Ну, не знаю, что там на выхлопе, заставляет их в результате, да. Все, спасибо большое, что ты нас посетил, уделил нам время. Нам очень бомбически приятно, что ты выделил нам время своего. Ваш менеджер, твоя жена, вы все сюда пришли. И спасибо огромное. Вам спасибо. Тонны благодарности. Надеюсь, господа, которые нас смотрят, что-то почерпунут, поднимут, послушают. Те же самые группы, которые мы сегодня перечисляли. Спасибо еще. Вам спасибо. Программа «Из глубины».